Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и сегодня мы поднимем вопрос о консоли Xbox Series S, поднимем вопрос о её мощи и актуальности. Да, просто у нас есть порция кринжовых новостей, поэтому готовьтесь. И честно говоря, я немножко в шоке от того, что происходит, и такого абсурда я не слышал уже давно. И перед началом видеоролика, как всегда, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кстати, давайте всё-таки добьём до конца года 100к, потому что осталось прям совсем-совсем немножко. Прям 5 тысяч с чем-то. Ну, я думаю, мы справимся. Я думаю, начнём, пожалуй, с истоков. Xbox Series S это, по сути, самая спорная консоль 9-го поколения, мощь и актуальность которой обсуждается до сих пор. Кто-то считает её слабой, кто-то не обращает внимания на её мощь, но ясно лишь одно. Эта консоль существует и относится к семейству 9-го поколения консолей. Сейчас они являются, по сути, next-gen консолями, а значит, что абсолютно все новые игры, наверное, в ближайшие 5 лет, они должны будут выйти на эти консоли. Но проблема заключается в том, что Xbox Series S, по сути, является самой слабой консолью в этом поколении, именно в 9-м. Да, и из-за её мощи разработчики уже не раз негативно высказывались об этом, что, мол, данная консоль это некая бутылочная горлышко, которая якобы не даёт игровой индустрии раскрыться. И что якобы из-за её мощи разработчикам, по сути, просто завязали руки, за которых они не могут сделать такие вещи, которые могли бы сделать без этой консоли. Ну а ситуация, на мой взгляд, приобрела полный абсурд с историей игры Gotham Knights, которая на всех консолях идёт почему-то в 30 FPS. И когда игроки подняли вопрос, а почему так произошло, то неким оправданием стала опять же консоль Xbox Series S, мол, она, к сожалению, во всём виновата. Если вы игрок, который не следит за новостями, то, скорее всего, данная новость, она у вас вызовет некую панику или некое подтверждение, что да-да, типа, Xbox Series S это слабая консоль, ну, что вы хотели. Но если опять же в этой новости, в этой всей ситуации копнуть хотя бы чуть-чуть глубже, вы поймёте, что все вот эти отсуждения это полнейший абсурд. Дело в том, что та же Gotham Knights разрабатывалась изначально и под старое поколение консолей. И в один момент, где-то, по-моему, в мае, разработчики объявили, что, к сожалению, эта игра не выйдет на восьмое поколение консолей, а именно на Xbox One и PlayStation 4. Объяснили это они тем, что они хотят предоставить наилучший геймплейный опыт. Ну, видимо, хотели реализовать то, что не потянут старые консольки. Окей, куда бы это ни шло, поскольку все привыкли, что с выходом Next Gen'а на Pass Gen' кладут уже огромный болт. Но вот самый эпик заключается в том, что сама игра на новом поколении консолей, даже на более мощных версиях, то есть на Xbox Series X и на PlayStation 5, идёт лишь в 30 FPS. И то с просадками. И самый эпик заключается в том, что визуально, сравнивая игру с подобной тематикой, которая вышла в 2015 году, выглядит не на голову лучше, а прошло уже как бы лет 6. И как же у нас так получилось, что восьмое поколение, оно смогло выдать такой визуал в 30 FPS, беспроблемно, да, по сути, а новые консоли, которые мощнее в несколько раз, не могут потянуть практически такую же игру по визуалу в 60 FPS. Вот как это произошло? Вы реально не замечаете вот этот абсурд? И вообще, каким боком можно обвинить Xbox Series S, когда вы не можете оптимизировать свою игру хотя бы для более мощных консолей? Если вдруг вы в комментариях начнёте писать базу, что Джамбо всё-таки надо признать, что Xbox Series S это неудачная консоль, что она всё-таки очень слабая, надо привыкнуть к таким вот ситуациям, то я хочу напомнить, что за два года уже было вполне много ситуаций, в которых выходила какая-то игра, и на консоли Xbox Series S не было сначала 30 кадров или каких-то там может быть эффектов. Многие также объясняли, что это слабое железо, мол, у нас ну никак не получается достигнуть каких-то нормальных показателей, ибо консоль слабая. Но почему-то через время, после возмущения игроков, всегда каким-то чудом, хотя по словам тех же разработчиков, чудо просто невозможно было достигнуть, в играх всё-таки появлялось 60 FPS. Ну, давайте пробежим по реальным примерам, вспомните Вальгалу, она тоже была в 30 FPS, но после обновления потом появилось 60. Давайте вспомним Дейн Лайт 2, где разработчики прям усирались невозможностью сделать 60 FPS и прям мазались, чтобы их не делать. Ой, а сейчас 60 FPS есть, и оказывается и GPU, видимо, сама подросла, раз они смогли это реализовать. Давайте вспомним знаменитый Cyberpunk, который также подвергся критике из-за сути 60 кадров на серии SS, но потом, опять же, после критики, также смогли это реализовать. Все эти ситуации показывают лишь одно, что каждый проект нужно оптимизировать. И вся вот эта вот мощь и терапфлоса, по сути, это лишь оправдание для того, чтобы если что-то не получится, потому что народ из-за этого схавает, по типу, а, ну да, терапфлоса же мало, ну, значит, и оптимизировать не надо, почему бы и не. Просто, знаете, вся суть заключается в том, что майки сразу сказали, что разница между консолями будет лишь в разрешении, и от эски никто даже не просит сейчас каких-то 2К, поскольку игроки, которые её приобретают, уже понимают, что разрешение это не фишка данной консоли. И, соответственно, мало кто против, чтобы разрешение урезали в пользу FPS. Сделайте даже динамическое разрешение на 60 кадров, и все будут довольны. Но почему-то разработчики иногда делают полный бред, и ради каких-то технологий, которые вообще незаметны игрокам, а показатели сводят просто в говно. Ярый пример это Metro Exodus, в котором после введения трассировки лучей, которую вы вряд ли заметите, игра стала идти в шакальном разрешении. Зачем это надо было делать? Непонятно. Но больше всего меня поразило это то, что, оказывается, многие просят Xbox отказаться от выпуска Xbox Series S. То есть, чтобы вы понимали, аргументируют это тем, что, выпуская игру, они сначала должны сделать на слабую консоль, а потом сделать уже на более мощную. Да, оптимизация для нескольких консолей это действительно сложнее, нежели бы у разрешения было там всего 2 консоли с плюс-минус одинаковой мощностью, окей. Но из-за чего я до сих пор кринжу, так это то, что в девятом поколении консоли, несмотря на рост мощностей, крайне мало игр, которые по визуалу приблизились даже к части тех игр, которые смогли выйти на восьмое поколение консоли при их мощи. Вспомните того же Бэтмена, Гирзу 4, Last of Us 2, да возьмите даже офигеть, какую красивую колду, которая до сих пор везде выпускается. Да, сейчас на том же Xbox One в колде будет мега зернистое изображение, но это доказательство, что игру можно выпустить везде и в то же время даже на Xbox Series S сделать хорошую оптимизацию. Но из-за того, что игровая индустрия, к сожалению, скатилась в индустрию нытья из-за дорожения разработчики и сложности оптимизации, которая, кстати, должна быть априори на консолях. При этом не стесняясь сверху накидывать 10 баксов за какой-то Next Gen издание, и выходят новости, что многие разработчики весь последний год сидели на собраниях, отчаянно пытались добиться снижения требований по обязательному выпуску игр на Xbox Series S. Что это за кринж? То есть, чтобы вы понимали, многие разработчики просто не хотят выпускать игры на консоль Xbox Series S, а хотят выпускать только на более мощные консоли. И эта, кстати, новость была еще при том, что недавно объявляли о том, что разработчики стали получать деквиты новых игровых устройств, а именно более мощных Xbox Series X и PlayStation 5 Pro. Классно. То есть, вы понимаете, да, что при выпуске более мощной консоли, чем Xbox Series X, и при этом откажутся от Xbox Series S более слабой консоли, именно Xbox Series X станет следующим претендентом на вылет. Офигенно, да? Ибо, как показывает сейчас практика, абсолютно при любых мощностях ее якобы не хватает. Знаете, когда вышел Xbox One при условии, что мощи консоли уже были ниже, чем мощи современных ПК, на них сумели без какого-либо нытья реализовать такой уровень графики, который даже в 2022 году мы видим крайне редко. И эти консоли, прошу заметить, до сих пор живут, ибо на них все еще выпускают новые игры. И честно, я все еще не понимаю, в какой момент индустрия свернула не туда. Моя самая главная тревога по этой ситуации, что возможный отказ от консолей Xbox Series S сможет спровоцировать крайне быструю смену поколений, или же даже появление все более мощных устройств, которые напрочь сосут в цикл жизни поколения консолей. Да и вполне вероятно, что в таком случае нас ждут новые консоли чуть ли не каждый год, и это может перерасти в нечто подобное, что сейчас у телефонах. Купи себе консоль, но на год. Если же оптимизация на телефонах еще удивляет, что игры тянутся на столь большом количестве устройств, то в консолях игра не может нормально выйти и на трех версиях устройств. А теперь задумайтесь, что с играми на консолях может быть потом. Опять же, я очень надеюсь, что данная ситуация не пойдет дальше, и Xbox Series X проживет все девятое поколение, получая абсолютно все игры, которые получает сейчас Xbox Series X, и будет получать. Потому что в противном случае жизненный цикл консоли капец как сократится, и в консолях попросту будет меньше смысла. Вот и все. Вот такие вот новости, обязательно пишите свое мнение в комментариях, обязательно прожимайте лайкусики, если вам понравились такие кринжовые новости. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы достигнуть 100К, и большое вам спасибо за просмотр. Пока-пока, до новых встреч. Пока-пока, до новых встреч.